Я очень рад вас всех снова видеть. И знаете, я еще рад еще одной вещи, что здесь тепло. Правда? Жарко. Я понял, что у нас есть два режима. Очень холодно и очень жарко, правда? И фактически где-то серединка у нас очень редко бывает. Правда? Но я понял, что лучше, пускай будет жарко, правда, чем очень холодно. Мы хотя бы окна откроем, и все будет хорошо. Итак, я сегодня хотел бы поделиться тем, что Господь полагал на мое сердце в течение определенного периода времени. Я верю, что оно даст нам возможность обновиться и по-новому посмотреть на некоторые вопросы. Я в последнее время как-то так, знаете, Бог ведет меня, что вот нравится мне читать Библию. Вот вообще. Да, вот просто вот читаю и не могу остановиться. Я понимаю, что оказывается, можно получать от этого невероятное удовольствие. Но есть и побочный эффект, так скажем. Слово, оно начинает к тебе говорить, и ты начинаешь думать, как его, собственно говоря, применить. Правда? Бывает такое у вас? Это хорошо. Так оно задумано. И вот одно из таких мест, о которых я натолкнулся во время чтения, оно очень простое. Я хотел с вами поделиться, но это слово, оно немножко смутило меня. Вот сейчас мы посмотрим, о чем речь. Смотрите. Это Колоссянам, 3 глава, 15 стих. Я думаю, что оно достаточно известное в наших кругах, и мы периодически говорим о нем. Там написано следующее. «И довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Хорошее место, правда? Такое. Можно даже Библию подписать, когда даришь кому-то, и довладычествует мир Божий и так далее. И что меня озадачило во всем этом? В принципе, когда мы говорим, я такое периодически слышу о жизни верующих людей, или, например, когда мы свидетельствуем кому-то о жизни нашей такой вот как верующих людей, обычно мы хотели бы подчеркнуть, что жизнь христианина, верующего человека, она в определенном смысле превосходит жизнь безбожного человека. Правда, что вот у нас все хорошо. Мы как бы с Господом, и у нас есть счастье внутри сердца, и семьи у нас как бы такие просто умнички, и муж с женой живут очень так близко, и все. И мир в нашем сердце, и в мыслях, и вообще христианское общество. Это такое общество совершенных людей, которые вот просто… Вы говорили подобное, да? Я говорил, ну, на самом деле, ты хочешь убедить о том, ты хочешь как бы поделиться той радостью, которая есть у тебя вот в сердце. Говоришь о милости, прощении там, вот у них так, а вот у нас совершенно по-другому. Я понимаю, что, в общем-то, это очень правильные слова, очень правильные. Но с другой стороны, когда я сталкиваюсь с реальностями нашей жизни, когда я смотрю в свою жизнь, я вижу, что на самом деле не все так просто. И я вот, когда прочитал это место Писания, «И довладычествует в сердцах ваших мир Божий», я подумал, а владычествует ли в моем сердце мир Божий? Нет, то, что он посещает, это бывает, да, я вот не спорю. Но владычествует ли мир Божий в моем сердце? Ведь когда мы говорим вот как бы о владычестве, мы подразумеваем, что кто-то управляет нашим сердцем, правда? Вот что вам приходит на ум, когда мы говорим слово «владыка»? Царь, правда? То есть кто-то, кто определенным образом приходит, как ведет себя соответственно, как царь, он может прийти и говорить, например, «Я хотел бы, чтобы было вот так, я хочу, чтобы было вот так». Это владычество, да? Когда он говорит «я оставлю границы твоей свободе», то есть вот так ты можешь поступать, а вот так ты не можешь поступать. Я определяю твою свободу, и ты будешь находиться вот в этом месте, которое я определил. То есть это подразумевает, в общем-то, идею владычества, да? И я понимаю, что если научиться приобретать вот этот мир и не терять его, то наши жизни, скорее всего, будут выглядеть совершенно по-другому, чем они иногда выглядят. Понимаете, да? Мы очень много беспокоимся, у нас есть множество каких-то сомнений, периодически нас нахлёстывает депрессия. Это то, что я вижу из опыта, когда я вот общаюсь, где-то консультирую людей. Люди переживают о многих моментах. То есть понятно, что несовершенный. Но а что было бы, если бы мы научились иметь и хранить мир Божий в сердце своём? Ну вот реально, вот просто, вот просто, ты утром просыпаешься, а у тебя мир в сердце. Ты засыпаешь, а у тебя мир в сердце. Среди ночи тебя будят, спрашивают, первое слово, которое приходит тебе на ум — мир Божий. Ну то есть ты внутри, как бы, он владычествует, вы понимаете, да? То есть не просто так вот периодически, у нас было хорошее служение, и вот мне сейчас хорошо, а всё время, несмотря на то, что происходит с моей жизнью, на потрясение, послушались меня дети, не послушались, сделал муж, как я, так скажем, дала ему указание сделать, или не сделал. В моём сердце есть мир, он владычествует, мир Божий, и всё спокойно, всё в порядке. Написано, что мы призваны к этому в одном теле. Видите, да? То есть он должен владычествовать, и у нас есть определённое, нас позвали в такое состояние. Призваны в одном теле. И будьте дружелюбны, дальше написано. И я понимаю, что на самом деле, я бы хотел сказать, что вот я живу в таком режиме, постоянный мир Божий, но, к сожалению, я замечаю в своей жизни, сейчас так немножко откровения, да? Я замечаю, что достаточно несложно перейти и с тёмной стороны в светлую и обратно. Особенно в тёмную сторону легко перейти, правда? Достаточно, чтобы просто, например, кто-то вас толкнул. Вот ты просто идёшь, и бывает такое, что что-то... Вот идёшь, хорошее настроение, и тут кто-то какую-то гадость сказал, всё испортилось. У меня было такое, что я, например, просыпаюсь утром, я просто молюсь, молюсь, полтора часа читаю Писание, и вот я вот просто чувствую, всё, мир достигнут, знаете, уровень мир достигнут, мир Божий. И тут просыпаются дети, они что-то творят, и я вдруг замечаю, что я просто кричу на них. Мира? Нет. Я был потрясён, когда начал это понимать, что, в общем-то, послушайте, вот я полтора часа только что провёл с Господом, с Писанием, с молитвой. Что со мной произошло? Вообще я приобрёл мир, и тут только из-за того, что кто-то не помыл чашку, я почему-то веду себя ненормально, ну, с точки зрения Писания, да? Я почему-то кричу, я гневаюсь, я раздражаюсь. Что это такое? Ну, что угодно, но не мир Божий, правда? Я увидел, что люди ведут себя подобным образом. Я помню, совершенно недавно была у меня такая ситуация, которая, ну, так, очень сильно я после неё долго размышлял, и немножко расскажу вам. Летел я, короче говоря, из Одессы в Варшаву, и прилетели мы в аэропорту, ну, как бы было поздно, уже дождь такой шёл, знаете, такая погода никакая, и, в общем-то, весь самолёт выгружают, и надо пройти паспортный контроль. Ну, окей, там всё как бы цивилизовано, да? Ты становишься в очередь и просто идёшь себе потихонечку. Четыре будки, четыре человека сидит, которые проверяют паспорт. Нормально, все стоят, человек по 15, ну, как бы целый самолёт вышел. Тут один закрывается, очередь, которая закрывается, наша очередь, она закрывается, человек уходит, проверяющий. Все перестраиваются в соседнюю очередь. Ну, естественно, никто не… Все стоят просто. Этот закрывается, все перестраиваются снова. То есть очередь как бы увеличивается пропорционально, понимаете, да? Мы находимся где-то в конце. Ну так, потому что перестройка, ты как бы перестраиваясь, ты становишься в конец, а это четвёртый раз уже в конец. Вот, ну, окей, мы стоём, ждём. Ну, то есть перед нами вот так, далеко. И тут начинает происходить следующее. Прилетают ещё самолёты, прилетают. И люди, которые имеют стыковочные рейсы, они пытаются быстро пройти вот это всё приключение. Почему? Потому что у них иногда очень короткий промежуток между самолётами, да. И некоторые люди ведут себя таким образом. Они подходят к очереди и говорят, «Уважаемые господа, простите им, пожалуйста, вот мой билет, и вот через 20 минут мне нужно сесть на второй самолёт. Могу ли я пройти без очереди?» И все говорят примерно следующее, «Достопочтенный сэр, да, конечно же, вы можете пройти». Ну, примерно вот так. То есть всё очень вежливо, нормально. Один человек нормально, два человека нормально. Ну, всё нормально, правда? И тут я вижу вот так где-то там, так вот, что одна женщина, скажем так, я не знаю, с какой она страны, ну, скажем так, азиатская страна, может, китайцы, может, японцы, не знаю, короче говоря, она на своём языке поворачивается и говорит, «Эй, эй, 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 кому-то там!» И приходит 10 человек. А она стоит прямо, вот сейчас она должна проходить. То есть она как бы заняла для них очередь, оказывается. И я замечаю, что вся вот эта вот, знаете, чарга очередь, это просто начинает, как бы уже все, как бы, к ним говорят, «Господа, а не будете ли вы в бездне стать в конец? Мы здесь стоим уже, как бы, ну, вот так вот долго, да?» Особенно это было видно вот тех, кто русскоговорящий. Я просто чётко слышал слова, которые они, как бы, произносили, и что они думали об этих людях, как бы, и всё. На самом деле, знаете, как бы, западный мир, он более сдержан, как бы, поэтому они просто сделали такие лица. И вот подходит этих 10 китайцев, я не знаю, азиатов, да? Так, я не знаю, как бы. И им объясняют о том, что, господа, встаньте в конец. А они, знаете, ведут себя так, типа... Просто, вообще просто. И я в какой-то момент себя ловлю на том, что я их просто ненавижу. Исповедую сейчас перед вами. Серьёзно. Такой гнев поднялся в моём, ну, сердце, знаешь. Ну, думаю, ну, окей. У них, они не просят. Вы понимаете, да? Они не просят, у них нету даже, вот, как бы, они не показывают, что они опаздывают. Они просто тупо идут без очереди. Понимаете, да? 10 человек. И я понимаю, что это ещё плюс, там, 20 минут из-за них. Мало того, что и так вот все стоят непонятно что. И вот я вам хочу сказать, что... Ну, вот грешил я. В своём сердце и устах. Я просто, ну, как бы, был настолько раздражён всем этим таким. И так, и сяки. И они, что вы думаете? Они прошли таки это всё дело. Они просто прошли. Вся очередь так вот шумела, они всё равно прошли. И они не спешили. Они зашли, вот, как бы, прошли будку, стали и разговаривают там. А люди спешат. Они стоят и разговаривают что-то на своём, улыбаются, думаю, ещё и улыбаются. Вы посмотрите на них. Хотя бы совесть мучила, хотя бы спрятался где-то, чтобы тебя не видно было. Нет, стоит и разговаривает. И когда мы вышли уже в зал искать наши чемоданы, наш чемодан уже даже не крутился. Ну, знаете, на этой лестнице, на ленте. Уже всё, уже все разошлись. Уже все, ну, просто 40 минут плюс, как говорится, после того времени, когда нужно было. Но когда я вот вышел об этом всём, я понимал, что моё состояние ненормальное. Не должен верующий человек так себя вести. Понимаете, да? И я понимаю, ну, просто это очень ярко так, то, что я пережил. И я начал размышлять и молиться об этом. Ну, с другой стороны, как бы о чём тут молиться? И так всё понятно. Покайся и двигайся дальше. Но вопрос-то не в этом. Вопрос не в этом. Почему я, будучи верующим человеком, будучи служителем, впадаю в такой гнев из-за вот этого? Неужели мой уровень настолько слабый, что я позволяю вот этим людям вот так определить, будет ли в моём сердце мир Божий, или будет ненависть, или будет раздражение, или будет крик? Я хочу вам сказать, что это всего лишь пример, но я знаю точно, что вокруг меня полно верующих людей, которые имеют точно такой же вопрос. Это родители, которые не справляются со своими детьми, которые кричат на них, просто как бы, вот как будто сейчас их просто смерть наступит. И причина, по которой это происходит, это что-то такое, типа там, знаете, грязная ложка на пол упала. Ай-яй-яй. Или там, например, одели чистую рубашку, через минуту она уже не совсем чистая. Ай-яй-яй. И всё, ненависть просто. Вот тут эта мать, она родила этого ребёнка, она сражалась за его жизнь, и тут же она чуть ли не убивает его. Верующий человек. Понимаете, да? Что происходит? Почему так легко мы гневаемся? Почему так легко мы позволяем каким-то вещам прийти в нашу жизнь и забрать мир Божий, которому мы призваны в одно тело? В одно тело. Вы знаете, эти размышления, они привели меня к истории, которую описывает Лука. История тоже для нас достаточно известна. Это притча о блудном сыне. Помните такую, да? И мы помним суть. Так, чтобы не перечитывать всё, мы помним, что младшие два брата есть у отца. Младший брат приходит к отцу и говорит, отдай мне, пожалуйста, или не пожалуйста, отдай мне часть того имения, который есть. Я пойду. Буду сам себе хозяин, и сам себе буду делать всё, что нужно. И он это делает. Мы помним его историю, он прошёл всё очень, ну как бы плохо, благополучно всё у него развалилось, он ударился лицом одно корыто, помните, да? И там пришёл в себя, написано, и решил прийти, покаяться к отцу. Но возвращается, вы помните, что происходит? Возвращается он, и отец его встречает. Встречает очень хорошо. Правда? А он говорит, иди сюда, тот там пытается лепетать, я там недостоин чего-то, пытается как-то покаяться, но тот принимает и делает пир на весь мир. И всё бы хорошо, но тут с поля возвращается старший брат. Помните, да, эту историю? И давайте мы прочитаем немножко. Луки 15 глава с 25 по 32 стих. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слух, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришёл, и отец твой заколол откормленного телёнка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришёл, ты заколол для него откормленного телёнка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и всё моё твоё. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся. Всё, как бы, притча заканчивается, в общем-то, да? Но то, что обратило, ну, как бы, моё внимание, эта притча обратила на несколько моментов, очень важных. Это две, два взгляда на ситуацию. Вот есть ситуация, да? Молодой человек, который растратил кучу денег и, в общем-то, поступил неправильно. И вот есть второй молодой человек, который всегда был верен, в общем-то, отцу. На чём была основана позиция старшего сына? Вот он увидел. Что он начал вот говорить? Это несправедливо, правда? Это несправедливо, когда китайцы входят вот впереди очереди, когда они в очереди не стояли. Это несправедливо, когда, например, я всю жизнь работал, вот такая пенсия у меня. Это несправедливо, когда вот они вот так вот себя ведут. Я столько здесь времени служу, а мне там не поздоровались. Это несправедливо, правда? Очень близкая вот, как бы, оценка всего того, что происходит. Он вообще, почему он такое отношение к себе достоин? Он не достоин такого отношения, а я достоин. Улавливайте, да? То есть это взгляд на ситуацию. И, в общем-то, я так, если технически, я со старшим братом согласен. В определенном смысле он может быть нашим героем, правда? Он очень близок к нам. На самом деле, смотрите, старший брат хороший человек. Он всегда был с отцом, как говорили мы раньше. Он был верен отцу. Мы бы хотели такого служителя, как старший брат в нашей общине. Правда? Почему? Потому что он всегда в общине. Он никогда не был отступником. Он никогда не творил бунт. Он никогда ничего такого не выделывал. Хороший человек и, в общем-то, преданный общему делу и идее. Я хочу вам сказать, что когда люди наподобие старшего брата, с мышлением старшего брата, сталкиваются с подобными ситуациями, очень легко подхватить вообще отверженность до конца дней своих. Давайте вот просто подумаем, да? Что можно, как можно зациклиться на всем том, что происходило. Можно сказать, например, «Отец любит меня меньше, чем младшего сына». Правда? Начать раскручивать эту идею и отделиться и от отца, и от семьи, и лелеять определенную твердыню в своем сердце. Правда? Что можно сказать? «Это плохой отец», «Это там папенькин сыночек», «Я недостоин», «Я недостаточно хорошо старался». Понимаете, да, какие идеи можно принимать из этой ситуации? «Вот вернулся младший брат, он плохо себя вел, а ему вот такие блага». «Так зачем я буду вести себя хорошо?» «Значит, я могу расслабиться». Это же логично, правда? «Я могу расслабиться и вести себя как угодно», потому что, если что, у нас есть добренький папенька, он нас всех примет. «Можно почувствовать себя в очень плохом состоянии, развить что угодно, но это не будет называться мир Божий». Правда? Это будет называться горький корень, это будет называться отверженность, обида, непрощение, горечь какая-то. Это будет проблема, которая будет иметь шанс распространиться на его детей, потому что он будет их учить в подобном мышлении, на обстоятельства и полностью расстроить его жизнь. И мы не знаем на самом деле из притчи, потому что притча — это всего лишь притча, какая была реакция старшего сына. Но, в общем-то, из нашего опыта мы понимаем, что могло бы происходить. Сколько верующих из церквей и общин, они ушли куда-то в мир по менее важным причинам. Правда? Не почтили, не дали гуманитарную помощь, не позвонили, а я здесь стою, я столько лет служу, они хотя бы заметили, а почему вот этот, он только вот там недавно пришел, а его уже вот микрофон ему дали, да? А почему я не могу? А почему? Ну, улавливайте, вот просто уловите как бы шаблон мышления, взгляд определенный, оценка того, что происходит в жизни. И таким образом горький корень без проблем развивается, растет и дает свой плод. Но, смотрите, второй взгляд, он принадлежит отцу. То есть, еще раз, смотрите, ситуация одна. Два человека смотрят на одну ситуацию. Не то, что отец смотрит на отдельную ситуацию. Отец смотрит на то, что видит младшего сына, да? И брат смотрит на то, что видит младшего брата. То есть, они видят одного и того же человека. Но объясняют ситуацию по-разному. Что мы видим вот вообще в мышлении отца? И я хочу сказать, это очень важно, потому что именно его взгляд позволяет радоваться и веселиться. Уловите этот момент. Взгляд отца, он не взращивает горький корень, он дает ему возможность находиться в радости, в мире и веселье. Он рад, что его сын пришел домой. Что он видит? Он видит мальчика, который родился в его доме. Отец видит того, кого он ждал, рождение, кого он ждал. Он видит того, кто радовал его, когда он был молодым. Тот, кто часть его. Тот, который давал в его жизнь определенные хорошие моменты. И он, вы знаете, что взгляд отца, он такой по отношению как к младшему, так и старшему сыну. Он смотрит на них и он видит хорошее в них. Он понимает, что на самом деле они классные хлопцы. Просто они запутались. Просто они сделали какие-то неправильные ошибки. Но сейчас, сейчас все будет хорошо. Почему? Потому что он вернулся ко мне. Потому что мы снова можем строить взаимоотношения. Потому что я снова приобретаю того, кто был уже как мертвый для них. Для всех. Для меня. Я думал, что он пропал. Я думал, что он куда-то ушел. И все, и умер. И это печалило меня. Это не печалило, судя по всему, старшего брата. Ушел и ушел. Твои проблемы. Глупое решение. Да? А я все равно буду верен и двигаться дальше. И смотрите, друзья. Когда я увидел разницу этого мышления. И я понимаю, что нам нужно научиться смотреть на обстоятельства. Смотреть на то, что с нами происходит. С той позиции, с которой смотрит отец в этой притче. То есть все дело в том, как мы истолковываем то, что с нами происходит. Понимаете, да? Есть толкователь в каждой истории. Мы с вами. Если чашка не помыта, к этому можно отнестись совершенно по-разному. Правда? Можно просто ее помыть и не думать об этом. Все, нет крика. Просто нет крика. Ты взял ее и помыл. Либо можно сказать, помой, пожалуйста. Все, нет стресса. Ну, взяли и помыли. Можно сделать из этого большую проблему. Можно сделать из этого определенный критерий, который определяет тебя. Хороший ты или нехороший. Любят тебя или не любят. Заботятся тебе или не заботятся. Иными словами, одна и та же ситуация может привести нас как к радости, так же, как к горечи. Мы с вами решаем, что будет в следующем в нашем решении, вот в нашем поступке. Что будет в следующий момент? Мышление старшего сына опирается на то, что он поступает более правильно. Но, в общем-то, вы знаете, что старший брат, он и должен так себя вести. Правда? Он более зрелый, поэтому он старший, поэтому он более зрелый. Его оценка жизни, она другая, чем младшего. Мы не знаем, какой у них разрыв был. Может, у них 20 лет разрыва было. Мы не знаем. Да, в притче этого не сказано, но это и обратно же, это всего лишь притча. Мы все учимся и растем. И, может быть, знаете что? Старший брат, он забывает о своих каких-то моментах, забывает о своем поражении, которое случалось. Оно случалось, потому что я абсолютно уверен, что он несовершенный человек. Правда? Я вам хочу сказать, что мы, выступая в роли вот таких хранителей истины, на самом деле лукавим. Потому что, если мы честно посмотрим внутрь своего сердца, мы увидим, что далеко не всегда мы соблюдаем сами эту истину. Правда? И есть моменты, в которых мы тоже пользуемся двойными стандартами, и мы себя оправдываем этим. Мы говорим о том, что, ну да, это такое, такая жизнь, но он так не должен был себя вести. То есть ты должен, и ты себя оправдал, а он не должен. Понимаете, да? Мы не даем возможности человеку делать ошибки. Мы сразу же приговариваем его и приговариваем самих себя. Самих себя. Итак, именно поэтому, друзья мои, старший брат на самом деле не может быть для нас примером. Потому что он не понял основного момента, что его брат на самом деле был мертв и нашелся. На самом деле это событие больше, чем те обиды, которые можно вырастить. Итак, важный принцип, который я хотел бы поделиться. Смотрите, друзья, не важно, как выглядит ситуация. Вообще не важно. Важно то, как мы реагируем на эту ситуацию. Важно то, как мы реагируем на эту ситуацию. Мог ли я быть спокойным по отношению к этим китайцам? Давайте так поговорим по-человечески, да? Что я бы мог предпринять? Я бы мог кричать, да? Мог бы прийти и начать их отталкивать. Помогло ли бы это мне прийти быстрее? Нет, я сомневаюсь, честно говоря. Потому что, во-первых, они не говорили даже по-английски, чтобы с ними можно было говорить. Ну, как бы о чем бы мы тогда говорили? Что бы произвело мое действие? Ничего бы не произвело хорошего. Со знаком плюс ничего бы. Я бы самоутвердился или что? Или они отобрали честь мою? Или они как-то унизили меня? Нет. Можно было просто постоять. Я все равно пришел тогда, когда я прошел. Ни раньше, ни быстрее. Никто не вмешался, никто ничего не делал. Ну, то есть, эти ситуации происходят. Есть вещи, на которых я могу влияние свое оказывать. Есть вещи, которые просто происходят. Правда? Мы возмущаемся иногда, например. О, вы посмотрите, какой ужас. Какие там маленькие пенсии. Вот они там сидят, где-то там все воруют. Ты серьезно? Ты, ну вот, что дает тебе вот это вот состояние? Кроме того, что ты себя накручиваешь. Кроме того, что ты всех их, кого-то неизвестно, кого-то там ненавидишь. И что-то там такое вот страшное происходит в твоем сердце. Что мы можем сделать? Мы можем молиться за этих людей, да? Мы можем пойти на выборы и поставить свою галочку. Это то, что ты можешь делать. Это то, в чем ты можешь участвовать. Ты можешь участвовать в каких-то социальных проектах, чтобы посильно вложить, по мере того, что ты можешь, свое участие. Это даст результат. А все возмущения остальные, они просто безрезультативные. Все, к чему они приводят, это горечь в сердце и ненависть к людям, друзья. Но это не то, к чему нас призвал Господь. Вы понимаете? Если неверующие люди могут себе это позволить, то мы не должны это себе позволять. Это нам не нужно. Это ворует мир из нашей жизни, мир Божий. Итак, не важно, как выглядит ситуация, важно то, как я ее воспринимаю. Что происходит в этот момент, когда я смотрю. Я понимаю, друзья, на самом деле, что очень часто мы отвергаем себя там, где этого не происходило. Мы додумываем истории, даем им какую-то оценку, закрываемся от людей, считаем себя какой-то обиженной стороной. И очень сильное влияние на нас оказывают стереотипы. Очень сильное влияние. Понимаете? Мы ведомы определенным социальным давлением, которое говорит нам, что и что, и как нам нужно на это реагировать. На самом деле. Если мы не размышляем об этих вещах, тогда оно происходит автоматически. Но когда мы начинаем размышлять о каких-то мыслях, которые на нас накатывают, мы можем увидеть, что на самом деле они не имеют правды в себе. Это неправда. То, что есть. Мы иногда, знаете, вот там я слышу такое, вот он зашел, не поздоровался со мной. Такая классика, знаете. Значит, он меня там ненавидит, значит, я пустое место, а я столько времени хожу в общину. Я периодически слышу такое о своих детях, там, знаете, там типа, ай-яй-яй, как вы можете, дети пастыря, вы не здороваетесь. Люди, 10 лет парню, который с вами не поздоровался, он мог вас не заметить даже. Ему 10 лет, он многое не замечает. Вы знаете, это нормально в какой-то момент, но ты уже ходишь и думаешь, вот почему же этот мальчик со мной не поздоровался. А я знаю почему, потому что он слышал, как его папа говорил с его мамой о том, что я очень плохой человек, поэтому эта семья меня ненавидит. Серьезно? Это из реального почти, давайте скажем так, да? Серьезно, вы вот так вот, вы вот залезли в его 10-летнюю голову, и вы решили, что именно поэтому он с вами не поздоровался? А может, вы не слышали? А? А если кто-то это старший, например, он прошел мимо и не заметил меня, а может, человек линзы не одел? Или он что, должен прийти и сказать, уважаемые люди, извините, пожалуйста, я сегодня не одел линзы, я со всеми здороваюсь. Не впадайте в отверженность. Это глупо, правда? Когда мы начинаем об этом размышлять, но мы быстро даем оценку, правда? Не поздоровался, не любит. А вот я пустое место. Серьезно. Точно-точно, я знаю. Это такое банальное, может быть, избитое, но вы знаете что? Целый ряд людей уходило из общины из-за вот этого. Ну не из нашей, но вообще. Я слышал вот в течение там долгого времени, вот это да. Потому что человек чувствует себя неважным, незначимым, а он здесь оказывается очень долго, с самого начала общины он здесь. А еще он дает хорошую десятину, а еще он помогает бедным, а еще он, еще он, еще он, еще он. И целая история. А с ним, видите ли, вот так вот коварно, осознанно, жутко поступили. Не здороваются. И дети у него такие же, видите? Есть еще другая беда у нас. Не берет трубку. О? Что О? Ты звонишь кому-то, а он не берет. Что вы думаете? Ненавижу. Он меня игнорирует, правда? Он просто специально не хочет со мной разговаривать. Я знаю почему. И вы придумываете почему. Вы все знаете. Может быть, я буквально позавчера своему сыну звонил. 10 пропущенных звонков. 10 пропущенных звонков. Понимаете, да? Не берет трубку и все. Ну вот просто позазонную, позазонную. Я думал разное. Но если бы я не прочитал вот это, вот как бы местописание, не размышлял об этом, я думаю, что у него были бы, как это, скорби. Ну почему бы нет, да? Скорби были бы, да. Я бы позаботился об этом. Знаю методы. Итак, смотрите. Более того, я хочу вам сказать, звонят другие люди, говорят, мы ему звоним, а он как бы не можем дозвониться ему. То есть я понимаю, что там вообще что-то страшное. Но я вот начал сидеть и размышлять. А что может быть страшное? Ну вот как бы, вот реально, что может быть страшное? Он меня не слышит. Он, ну как бы, он меня не слышит, потому что он выключил телефон обеззвучно. Это всегда, вот всегда у него какая-то ерунда в голове. Он включил какие-нибудь мультики и просто не слышит телефон. А здесь я звоню. Ну, у меня не было повода, кстати, звонить. Я просто так звонил. Ну, а если бы был повод, вообще можно было бы его как бы, правда? Да, сразу же объяснить, кто здесь, кому Рабинович. Но суть-то в том, а я думаю дальше, окей. А было ли такое в моей жизни, что люди не могли мне дозвониться? Было. Почему? Потому что телефоны, на самом деле, не хорошо работают. Не всегда наша связь хорошо работает, да? Лайф периодически такие чудеса вытворяет, что тебе даже не приходит ни смс-ки потом, ничего. Оказывается, 99 человек тебе позвонило, и никто не знает. Но я исхожу сразу же и автоматически из предпосылки, что он неуважительно относится ко мне осознанно, что он человек непостоянный и безответственный, потому что он либо не зарядил свой телефон, либо поставил его на беззвучно, либо специально меня игнорирует, да? Вот такой сценарий. А почему сразу плохой сценарий? В конечном итоге, когда мы с ним связались, он говорит, у меня ни одно... Да, это был телефон. Вы понимаете? Это был телефон, он его перезагружает, ему приходит 99 смс-ок о том, что ему звонили. Он их не читает, потому что 10 лет, в 10 лет ничего не читается. Нормально. Понимаете, да? И мы не поругались. Почему? Потому что вовремя Бог дал мне милости включить как бы здравый рассудок на самом деле о том, что если что-то происходит не так, как я хочу, это не означает, что это происходит специально против меня, что это заговор, что это именно такое желание меня убить, именно как бы что-то мне сделать, именно навредить, не почтить или все. Не можно расслабиться, друзья. Знаете что? На самом деле, если мы будем честны, мы увидим, что большинство наших проблем, они находятся вот в такой зоне неправильной оценки ситуации, предпосылки, что человек, который так поступает, он имеет плохие намерения в нашу сторону, что он, там, знаете, как бы мы используем очень много слов разных, там, например, что вот он именно такой, да, вот он идиот, он, он там так, вот так может человек, там, вот ты видишь, там, едет маршрутка, например, громко затормозила, и кто-то, вот это вот, и там говорится, кто этот водитель, да? Серьезно? Вы уверены, что у него именно такой диагноз? Вы видели его документы? А может быть, есть другая причина, почему машина так тормозит, может быть, есть где-то там хозяин, который экономит каждую копейку, и не ремонтирует, и не водитель виноват, может быть, есть что-то другое, вы понимаете, да? Ну мы легко, вот так, хопа, и дали ему приговор, и опа, потеряли мир в сердце, и приобрели горький корень, мы их ненавидим всех, понимаете, да, о чем я говорю? Мы смотрим на человека, и мы, такое ощущение, что мы читаем его мысли, что он о нас думает, что-то он странно так посмотрел на меня, вот это вот точно, наверное, потому что, и ты себе придумаешь, вот, вот потому что, почему он молчит? Надо задуматься, молчит, наверное, он с кем-то общался, видел, что я делал, или не видел, понимаете, да, мы, вы, вы действительно верите, что вы можете вот так вот точно все знать? А горький корень растет, друзья, мир теряется, отношения между братьями и сестрами теряются, вы понимаете, да, мы накручиваем себя на голом месте, мы даем оценку, не из презумпции невиновности, не из любви к человеку, а из того, из предпосылки того, что этот человек желает нам зла, ну, почему обязательно желает зла, почему обязательно ситуация плохая, мы иногда смотрим, знаете, в магазине, там, например, мама идет с ребенком, ребенок плохо себя ведет, мы говорим, плохая мама, невоспитанный ребенок, правда, а может, у него зубы растут, может такое быть? Ну, тогда, так это объективная причина, почему он себя так ведет, объективная, может, эта мама уже 9 дней не спала, потому что зубы растут, мы ж не знаем, правда, но мы говорим, забери его, вот это вот, что это такое, это что, нормально? Послушайте, может, это и ненормально, а терять мир, это нормально? Это тоже ненормально, вы понимаете, да? И если мы говорим о том, что мы можем делать, то мы можем заняться своим сердцем, своим мышлением, и хранить этот мир, вот это мы точно можем делать, а лезть в голову другому человеку, послушайте, а не много ли мы на себя берем? Не много ли мы на себя берем, давая оценку сразу с плохой стороны? Вы можете знать, что это правда? Вот вы, когда сталкиваетесь, вот с какой-то ситуацией, просто себе задайте честный вопрос, это правда то, что я говорю? У него действительно такая справка есть, с таким диагнозом, как я говорю? А я точно могу? Вот точно-точно он именно это имел в виду. Вот когда вы с ним вот столкнулись, он так вот фыркнул, это он типа вас ненавидит? Вы можете быть уверены, что это ненависть? Что это именно вот такое вот неприятие? Друзья, это просто в большинстве случаев, в огромном большинстве просто ложь. То, чем мы себя кормим, чем мы кормим свое сердце, и это лишает нас, мира Божьего. Это лишает нас взаимоотношениях друг с другом. Знаете, если люди не здороваются, это не значит, что этот человек сразу вас ненавидит. Почему такая крайняя степень сразу? Может быть, он просто занят, может быть, у него какие-то… Вообще, есть множество причин, почему человек может не поздороваться. И он, в общем-то, знаете, может не объяснять вам даже эти причины. Суть и не меняет. Вы не меняетесь от этого. Ваша ценность, она не меняется от этого. Вы можете взять 100 гривен, пожмякать, кинуть их в болото. Но знаете что? Они будут грязные, но это будет 100 гривен. Их ценность не им поменялась. Понимаете, да? Мы можем сказать, да выкиньте, это мусор уже какой-то. Но это не мусор, это по-прежнему 100 гривен. Мы можем иметь какие-то наши обстоятельства, какие-то, знаете, наша жизнь, она будет сложно выглядеть, да, но ваша ценность, она остается по-прежнему в глазах Божьих. И Бог смотрит на вас и радуется, когда вы приходите к Нему. Вот этот младший брат, он был наподобие этих 100 гривен, пожмаканный, по какой-то вот такой. Когда он пришел домой, отец сказал, это моя ценность. Старший брат сказал, это мусор, выкинь. Вот я есть, золотой рубль. Посмотри на меня, я всегда был рядом возле тебя, терся бочком и смотри, какой блеск от меня исходит. Ценность остается. Итак, друзья, когда мы начинаем задавать себе вопросы таким образом, становится понятно, что на самом деле все наши, большинство из наших обид не имеет ничего общего с истинным вообще состоянием каких-то вещей. Мы сами придумываем причину, почему мы обижаемся, почему мы закрываемся, и мы сами решаем, что нам нужно быть несчастливыми. Мы теряем вот это внутренний покой, внутреннюю целостность. Мой брат вернулся домой, это горе или счастье? Как посмотреть, друзья? Видите, да? Смотря какой брат вернулся. Но если мы смотрим глазами отца, это всегда счастье. Я думаю, что если бы старший брат тоже нагрешил, отец бы тоже ему радовался. Улавливаете, да? Потому что для отца сыновья — это счастье. Для отца сыновья, которые возвращаются к нему, это счастье, это радость, это повод устроить праздник. Понимаете, да? Вот то, чему нам нужно учиться. И Яков в 1 главе 8 стихе говорит, «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Человек, который имеет вот такое вот двоящееся, раздвоящее, ну вот как бы что-то хитая его, шитает его в разные стороны, он не тверд во всех путях, потому что он смотрит и думает, любит или ненавидит, ненавидит или любит. «Послушайте, знаете, какая позиция должна быть? Любит. Я рад ему. Я рад видеть этого человека. Ну и что, что он там, Боже мой, не поздоровался? Я что, нуждаюсь в этом? Разве моя ценность изменится от того, что вы со мной поздороваетесь или нет? Только если я решу, что это определяет мою ценность. А я так не решаю. Понимаете, да? Пригласили меня, посадили меня на главное место или не посадили. Какая мне разница? Ну вот так, по большому счету. Какая разница? Некоторые хотят сидеть в первых рядах, потому что думают, что здесь что-то особенное. Знаете, хочу вам сказать, у нас вообще не можно сидеть на любых рядах. Ну на самом деле, потому что суть это не меняет. Вы можете не слушать вот здесь Писание, вы можете не слушать вот там Писание. И наоборот. Суть-то не меняет, где вы сидите. Я служил, служил, меня не позвали на сцену, не почтили. Ну а что это меняет, если ты служил, в общем-то, Господу? Ну вот что это меняет? Ничего не меняет. Ну так и расслабься. Ну расслабься. Позовут, хорошо. Помните притчу о брачном пире? Да? Очень просто было сказано о том, что если тебя позовут на пир, ты не спеши лезь вперед. Сядь, просто посиди. Если ты достоин того, чтобы тебя позвали наперед, ну или как бы кто-то считает, что ты более достоин, ну значит, пойдешь наперед. А нет, так нет. В чем суть? Что поменялось? Ты тот, кто ты есть. Не позволяй своим мыслям коверкать эту сущность. Кем мы являемся? Мы являемся детьми Божьими. Да? Мы приняты нашим Отцом. Мы как бы просим, если мы что-то делаем неправильно, просим у него прощения, он нас прощает. Мы все учимся, мы все делаем ошибки. И если вы думаете, что вы хранитель истины, такой держатель истины и правды, то вы глубоко ошибаетесь, потому что есть один Бог, который держит истину и правду, и Он является совершенством. Почему-то никто из людей не подошел для того, чтобы стать искупителем. Нужен был Ишуа, который пришел от Отца. Понимаете, да? А все остальные, со всеми остальными было что говорить. Мы видим, как согрешали апостолы, мы видим, как согрешали Моисей и другие великие люди. Они делали ошибки. Но это нормальная часть их жизни была, потому что они были человеками. Итак, я думаю, что многие вопросы, друзья, они даже не настанут, если мы начнем понимать этот момент. Что нам делать практично? Мысли наши будут меняться автоматически, когда мы будем понимать, что они не соответствуют действительности, друзья. Это очень важный момент. Когда мы сталкиваемся с каким-то внутренним утверждением, он такой, эта ситуация такая, вы не должны, вы обязаны, всегда, постоянно, никогда. Послушайте, это очень вот такой опасный разряд мыслей. Всегда ставьте такие мысли под сомнение, потому что, скорее всего, не всегда, а может быть редко. Всегда ты такой, что тебе не дашь, ты сразу испортишь. Правда всегда? Ну нет, не всегда, но бывают случаи. Ну так и не говори этого, что ты всегда такой. Понимаете, да, разницу? Всегда вы меня игнорируете, всегда тебя игнорируют. Вот поставьте под сомнение эти мысли. Правда ли то, о чем я думаю? Я точно уверен, что это правда. Это всегда правда в любых обстоятельствах. То есть, это вот такой закон, если сделать А, то обязательно будет Б. Ты говоришь, нет, может быть С, Е и какие-то другие цифры. Значит, не всегда, значит, не исходи из этой предпосылки. Смотрите, 1 Коринфянам, 4 глава, 1-й, 8-й стих говорит следующее. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдаюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил. А если получил, что хвалишься, как будто не получил. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Вот очень интересный момент, смотрите. Посему не судите никак прежде времени. Не судите, что верующих людей, что неверующих людей, потому что вы не сердцеведец. Един сердцеведец — это Господь, который придет в свое время и осветит все то, что скрыто во мраке, в мышлении того человека. Вы можете предполагать, но вы не знаете, что там на самом деле. Вы можете додумать себе, но вы не можете быть уверены. И подумайте, зачем оно вам, если вы от этого теряете мир Божий? Зачем сразу верить чему-то плохому? Если ты видишь что-то происходящее, занимай позицию такую, я угождаю Богу и не впадаю в осуждение. Я стараюсь доверять Ему в то, что происходит. Евреям 8 глава 10 стих говорит, «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их и буду их Богом, а они будут моим народом». Мы иногда говорим о том, что сердце должно быть измененное. Когда мы приходим к Ишуа и отдаем свое сердце для служения ему, мы говорим, он дал нам новое сердце. Но вы видите, что закон, он также написан на наших мыслях становится. То, что здесь написано. «И вложу законы мои в мысли их». То есть не просто, что они будут периодически об этом думать. Друзья, мы можем научиться смотреть глазами Божьей любви на все те обстоятельства, которые происходят с нами, то есть на нас самих, на людей и на мир, который вокруг нас. Луки, 1 глава 17 стих говорит о Иоанне Крестителе. Смотрите, что он должен был сделать. Одно из моментов, которые должен был сделать Иоанн Креститель. Написано, «И придет пред ним перед Ишуа в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов к детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И снова мы видим об определенном образе мысли, как должны мыслить и смотреть на ситуации праведные люди. Так как Господь смотрит, принимает он грешного человека? Принимает. Но он сердцеведец, мы всегда будем нуждаться в том, чтобы он дал нам понимание какой-то ситуации. Мы не он, друзья. Он знает, что в сердце человека. Мы можем предполагать, и очень часто мы ошибаемся. Поэтому, друзья, наши суждения и мысли должны исходить из презумпции любви, а не из презумпции обвинения и такого вот именно, знаете, как бы давления. «Не поздоровался со мной человек?» значит, был занят. Нормальное объяснение? Нормальное объяснение. Всё, нет стресса, вы чувствуете, да? Нет горького корня. Не поздравили меня на день рождения? Что изменилось? Ничего не изменилось. Понимаете? Да, ну можно же сделать проблему из этого. Не берёт трубку, значит, перезвонит. Перезвонит, да? Не отвечает, значит, может быть, телефон разрядился, или, может быть, не слышит, или, может быть, что-то происходит. Если опоздал человек, ну, значит, были причины, а не обязательно, что он сразу там какой-то там, знаете, такой, ну, приговор ему какой-то. капризничает ребёнок, значит, у него есть причины, может, он как бы что-то беспокоит его внутри, может, что-то там болит у человека, а мы не знаем, и он не может нам толком сказать. Что ещё можем сказать? Подняли налоги, ну, значит, надо больше молиться за государство. А что изменится, если я буду кричать на них и обзывать их плохими словами? Это что там? Вот надо накричать какую-то норму, и после этого всё в стране изменится. Правда? Вообще, это смешно, когда начинаешь об этом говорить. Зачем рвать своё сердце? Вот объясните. Ну, они такие, они обещали. Послушайте, мало ли, что они обещали. Вы это видите в реальности? Нет, не вижу. Вы можете на это повлиять? Нет, не могу повлиять. Но могу, могу молиться за них. Буду молиться. Писание говорит, чтобы молились, чтобы благословляли, чтобы менялось всё то, что происходит. Улавливаете суть, да? Был стресс, в первом случае, в этом нет. Мир Божий, он остаётся в нашем сердце. Мои мысли, они становятся в покое. Не похвалили меня за работу какую-то, ничего страшного, Бог видел, и в своё время Он даст в соответствии с тем, что происходило. Я делаю то, что я делаю. Я храню мир в семье, я храню мир самим собою. Мне не нужно вешать на вас ярлыки, не вешайте на меня ярлыки, а хоть и вешайте, я их просто не приму. Как Павел говорит, мне, собственно говоря, всё равно, что вы обо мне думаете. Главное, чтобы с Богом у меня были правильные отношения. Судья мне Господь. Я за собой ничего не замечаю. Если я делаю кому-то зло, то я делаю это не из-за того, что я вас ненавижу. Может быть, я просто не понимаю каких-то вещей. Может быть, просто я не осознаю, что я кого-то где-то толкнул или что-то там сказал не так, как нужно. Я могу делать из незнания. Друзья, давайте давать друг другу больше шансов. Давайте давать друг другу больше милости, любви, терпения и принятия, потому что на самом деле это то, что может объединять нас как тело Христа. Мы призваны к таким взаимоотношениям, а не к тому, чтобы взращивать ненависть, взращивать горечь, разочарование и высвобождать проклятие в жизни друг друга. Это намного лучше, доверять Богу и радоваться тому вот внутреннему состоянию, которое у нас есть вместе с ним. Пришел старший брат, пришел младший брат, мы всех рады видеть. Нужно ли изменение младшему брату? Конечно, нужно. Это не значит то, что мы закроем глаза на все, что он делал. Нам надо работать с ним, нам надо проявлять какую-то воспитательную работу. Нельзя отрицать, понимаете, поступков младшего брата. Я думаю, что может быть потом у них могла бы быть беседа с отцом, какой-то разбор полетов. Мы не знаем. Это правильно, когда человек берет ответственность за свои мысли, когда не позволяет горькому корню взращиваться. Аминь. Вот такое вот понимание Господь дал мне на этой неделе. Я хотел бы, чтобы мы помолились вместе с вами, потому что в моем сердце есть очень сильное желание видеть, чтобы наша община была целостна, чтобы мы не ругались друг с другом, чтобы мы покрывали друг друга в немощах, в проступках, в каких-то несовершенствах, чтобы наши семьи, они были местом, где есть покой, где есть принятие, где рады каждому, независимо от его, так скажем, кредитной истории. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Бог Святой, мы очень благодарны Тебе, что Ты смотришь на наши сердца, Ты взвешиваешь наши поступки, ничего не сокрыто. Един Ты, Божий сердцеведец. Мы же не сердцеведцы, мы, Божий, действуем из нашего опыта, из наших домыслов, из нашего представления, Господь. Я прошу о том, чтобы Ты помог нам научиться действовать из презумпции любви, Господь, из предположения, что этот человек, он не желает мне зла, что этот человек на самом деле, он открыт для меня, и он хочет служить. Но так вещи происходят, Боже, и, Боже, помоги нам принимать друг друга в любви. Помоги нам, если мы сталкиваемся с какими-то такими вот раздражителями, Господь, давать оценку этому, исходя из Твоего закона, Господи, исходя из Твоего слова, чтобы нам приобрести это мышление праведных людей, людей, которые видят хорошее, людей, которые готовы давать второй шанс, готовы просто закатать рукава и самим что-то сделать, а не, Боже, требовать, что им должны, и с ними обязаны, и их должны кружить, и все всячески там ублажать, и всячески, Боже, что-то делать, Господь. Боже, пускай придет простота, я молюсь о том, чтобы всякий горький корень, всякая отверженность, всякое состояние, Боже, поражение, оно ушло, Господь, из жизни каждого человека в общине, Господь, и чтобы пришла свобода, мир и радость. Боже, когда нас будут атаковать эти мысли, Господь, помоги нам выбирать правильную реакцию, помоги нам, Господь, смотреть на это Твоими глазами, и глазами Отца, Боже, и любить друг друга, Господь, во имя Иешуа Мессии.